К нам присоединяется Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины». Игорь Александрович, здравствуйте, как всегда, рады вас приветствовать в наших эфирах. Здравствуйте, рад вас слышать и видеть. Взаимно. Смотрите, мы прежде всего, давайте отметим, скажем нашим зрителям, что, конечно же, мы имеем дело с подлым, беспринципным и циничным врагом, и ни в коем случае нельзя недооценивать опасность, которая фактически каждый день на территории независимой Украины в канун полномасштабной войны. Но, тем не менее, согласитесь, есть тенденция того, что российские ракеты и дроны «Камикадзе» стали, слава богу, менее эффективными. Во-первых, так ли это, по вашему мнению, на самом деле? И самое главное, каковы причины, если мы их можем озвучивать? Причины, в принципе, вы изложили. Большинство, на мой взгляд, является то, что качество подготовки, качество построения и выпуска в целом средств воздушного нападения противника снизилось, и это проявляется, и примеры эти вы довели. Но тут есть еще обстоятельства. Мало того, что все-таки ракетное оружие достаточно сложное, и несмотря на то, что они пытаются в нем заменить какие-то элементы на простые, бытовые, мы знаем, разборки там и СВЧ, каких-то устройств и стиральных машин и всего прочего. Но так или иначе, в целом это сложное оружие. Оно требует соответствующей эксплуатации. С точки зрения эксплуатации, наверное, все тоже не совсем так, как хотелось бы им, поскольку задействовано достаточно много людей, граждан, которые работали. Есть жалобы, соответствующие информации о соответствующей жалобе руководства предприятий, которые переведены Российской Федерацией фактически на военные рельсы. То, что уходит квалифицированное, остается менее квалифицированное. Это в ходе производства. А потом есть отдельный этап эксплуатации. То есть мы видим, какие в последнее время тоже были информации в зимних условиях. И то, что они хотели пожелать Украине и украинцам наносить удары по теплосетям, по объектам инфраструктуры, по закону Бумеранга всемирному, возвращается к ним. И теперь во многих местах, и не только гражданских объектов, а в том числе и военных объектах ухудшаются условия, которые тоже приводят к некачественному обслуживанию. И потом имеют последствия вот такие, о которых мы говорим. Более того, я хотел бы привести пример, который произошел. Это очень важного значения уничтожение нашими средствами, какими именно, пока не говорится, двух самолетов, очень дорогостоящих, очень важных, из системы управления, разведки. Это дальнеоролевационные разведки управления А-50, который стоит 330 миллионов долларов, и штаб летающий Ил-22. Здесь есть разные варианты. Сбиты, якобы, они были от акватории Азовского моря. Скорее всего, были сбиты. Но то, каким образом они потом выполняли после применения оружия, ну, А-50 там достаточно быстро и однозначно был уничтожен. А вот Ил-22 просил аварийные посадки и так далее. То есть это тоже может быть и говорит о том, что не только уничтожение, а, возможно, и качество обслуживания в таких условиях. И это очень важно. Так вот, я хотел бы сказать, кроме всего прочего, вот вы сказали о значимости системы радиоэлектронной борьбы. Сама по себе это очень важное направление. То есть наша борьба с противником в технической области, и не только в технической, а и, по сути, в этой войне заключается в том, с учетом, что государство российское агрессоре является ресурсным, это борьба не в количественном направлении, как это делают, в вал, количество и вот таким образом, по большинству своему, а за качественные показатели вооружения, в применении этого вооружения, в эксплуатации, в профессиональном применении его, то есть в таком вот комплексе. И поэтому вот очень важной принципиально, опять-таки, примером является то, что из последних нанесения ударов, ракетных ударов, я хотел бы обращать в большей части, значит, хотя они не забывают про более дешевые средства воздушного нападения, как вооруживающие боеприпасы, шахеты, но так или иначе доля тех, которые не долетели до целей, которые упали, которые подорвались по каким-то причинам в воздухе, составляет в последнем ударе якобы до 50%, то есть там около 40 летело, и 20 из них упало, не сработало, не попало. И это очень важно, это направление перспективное, и им занимается наш отечественный военно-промышленный комплекс, дает определенные средства в небольших количествах, к сожалению, пока еще и наши союзники по тем разработкам, которые у них имеются. А это уже варианты, типы вооружений, которые имеют высокого уровня показателей в применении и требуют соответствующего высокого уровня технологий. И все это реализуется в нашем противодействии противнику. Вот сейчас утром уже и в российские средства массовой информации попадают, просачивается информация, мы предполагаем, что власть будет ее скрывать, но вряд ли это удастся. Информация о том, что таки да, А-50 уничтожен, ИЛ-22 поврежден, есть и погибшие, и раненые. Можете побольше об этом рассказать? Вот вы сказали, ИЛ-22, если он таки сел, это летающий штаб. Что значит летающий штаб, как много там обычно людей, соответственно, можем предположить, как много там пострадавших, раненых, убитых. И что значит для безопасности украинских войск на южном направлении, уничтожение или повреждение этих самолетов над Азовским морем. И тот факт, что теперь, получается, другие российские самолеты не смогут чувствовать себя там в безопасности. И как много, кстати, остается у России вот этих А-50 и ИЛ-22. Понимаю, что там несколько вопросов, если что, я повторю. Да, ну, во-первых, мы с вами говорили о технической какие-то возможности наших средств. Они имеют цену, оценку, в том числе и денежную. Так вот, А-50 стоит 330 миллионов долларов, а ИЛ-22 штаб этот стоит 30 миллионов. То есть технически, конечно, А-50 это самолет дальнего революционного обнаружения, разведки и управления. То есть это такое средство, которое в воздухе может выявлять цели. Наше в данном случае, вообще-то, противник разрабатывался в воздухе, на земле и на воде. И, соответствующе, в текущем времени сбрасывать цели-указания для уничтожения этих целей. Причем средства уничтожения, которые находятся в воздухе, самолеты, например, а также на земле, которые принимают, эту информацию обрабатывают. Это элемент разведанно-ударного комплекса. То есть это система, которая сейчас развивается в государствах, соответствующая военно-экономическим потенциалам, и за которым будущее. Их было выпущено около 30. Мы помним эпизод, когда партизаны Белоруссии, один из них повредили, и он отправлялся на ремонт, реальность сейчас действий около 10. Поэтому цена их не только с точки зрения денежной, но очень важна с точки зрения боевой и эксплуатации. Я бы сказал, уничтожение этих самолетов в практике мирового противопорства, средств воздушного нападения и ПВО-ПРО, является очередным достижением мирового уровня. Уничтожение одновременно средств разведки и управления. Ил-22 – это штаб, который они активно использовали, например, в Сирии. Но одно дело, когда применение имело место против фактических вооруженных структур сирийских, которые не имелись серьезных средств противодействия, противовоздушной, не говоря уже о противоракетной обороне. И другое дело, когда они пытаются использовать здесь, у нас, и применять. Теперь ценность уничтожения этих самолетов надо иметь в виду еще потому, что эффективность боевых действий может повышаться за счет увеличения количества огневых средств, то есть таким экстазициональным, количественным, как это любят делать россияне, а может повышаться за счет повышения эффективности управления. Управление достигается путем применения вот тех средств воздушных, о которых мы уже говорили. Поэтому уничтожить эти два очень важных элемента системы разведки управления, еще раз подчеркиваю, большое достижение, и это способствует снижению эффективности ведения боевых действий россиян, в данном случае, вот там, в акватории Азовского моря, в этом регионе, однако не только. То есть элементы вот такого постоянного воздействия с нашей стороны, со стороны силы обороны Украины, является поражение в конце прошлого года порядка пяти самолетов за несколько дней, Су-34, Су-30-х, по-моему, вот, а теперь в продолжение, так сказать, воздействия неправо, это реализация закона войны, принципа, который говорит, что на противника надо воздействовать постоянно, это приводит к существенным снижению его потенциала, является то, что были уничтожены элементы, дорогостоящие элементы, воздушные системы разведки управления противником. Вот мы знаем, постоянно фиксируем это уже давно, что после первых уничтожений российских кораблей, их из Севастополя вывели подальше, Новороссийские, еще дальше прячут россияне, потому что боятся, что будут уничтожены. Значит ли сегодняшнее уничтожение самолетов в небе над Азовским морем, что теперь самолеты туда, по крайней мере, такого типа, летать не будут, потому что россияне побоятся, если украинцы могут сбивать там? Очень хороший вопрос. И здесь стоит вспомнить историю применений самолетов дальневолевационного выявления, целей разведки и управления. По советским временам и позднее уже в России разрабатывались операции по уничтожению самолетов ДРЛО, Е3А, американских, натовских. И для того, чтобы выполнить такого рода задачу, осуществлялись расчеты и проводились тренировки скоростных самолетов, такие как МиГ-25. А сейчас мы помним, нам уже всем известный МиГ-31, который с кинжалом. Однако есть варианты этих МиГов скоростных истребителей, истребителей кинжалного боя. То есть вывод в точку применения и быстрого возвращения. Он топлива очень много использует. Так вот, для того, чтобы уничтожить самолет, один самолет, такое дальневолевационное обнаружение и управление, надо применять полк истребителей. Можете представить наши возможности, ни о каком полку не идется, а было применено таким образом оружие, чтобы эффективно было уничтожено сразу два элемента без использования как бы полка. И я этим хочу еще раз подчеркнуть, что это достижение в противоборстве средств воздушного нападения и воздушной обороны мирового уровня и значения. И, конечно, оно войдет в учебники, в военные учебники истории ведения войны. Вот такое значение и, значит, это событие. Да, это действительно событие. Игорь Александрович, мы очень рады, что именно с вами мы обсудили то, что произошло. И это действительно очень важно. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», присоединялся к нашему эфиру. Еще раз благодарим вас. Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова